В 3-й четверг ноября международная общественность отмечает день отказа от курения. Эту дату объявили в 1977 году по решению Американского онкологического общества. С тех пор серьезность повода актуальности не утратила. Россия считается самой курящей страной в мире, и жители Нового Уренгоя пока не замечены в подвиге массового отказа от табака. Хотя в городе есть люди, чьи личные опыты и специальные знания способны помочь в борьбе с зависимостью. С ними встретились Надежда Печоркина и Николай Александров. Николай Болякин отказался от курения почти 20 лет назад. И хотя они эту дату в семейном кругу не отмечают, в отказе от табака главную роль сыграла именно семья. У меня был хороший пример. Это, как сказать, дедушка жены. Человек был в возрасте 86 лет. Который еще не был ни однишки, у него нормальный цвет лица. И он мне, он потрогнул своим примером и своими словами. Без кодировки медикаментов и гипноза. Медики говорят, такие случаи исключительная редкость. Курильщикам со стажем при желании бросить, лучше обратиться за помощью к специалистам. Медицинские возможности и фармацевтические позволяют абсолютно спокойно в домашних условиях, принимая назначенные врачом препараты, спокойно отказаться от курения, не чувствовать при этом ни физическую зависимость, ни психическую. Рыбки в кабинете психотерапевта не главные персонажи, вспомогательные. Здесь быстрых чудес никому не обещают. Стараются вместе с пациентом добраться до мотивов. Врач подчеркивает, с пациентом они вместо него. Они не хотят думать. Они говорят, вы, доктор, меня возьмите, чтобы я ничего не делал. Вот закодируйте, чтобы я утром проснулся. Ну так не бывает. Это что за колдовство. Пока двери их кабинетов не осаждают. Толпами желающие забыть о табачной зависимости. Но доктора уверены, их усилия и строгость нового закона принесут свои плоды. И страна еще будет дышать чистым воздухом, без никотиновых примесей. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей «Импульс».